Всем привет, друзья! Наша лига с каждым новым турниром развивается. Это уже второй ивент в сегменте на голову, а как это наша организация? До этого вы могли видеть турниры БМА, а также турниры по подсчетчику. Сразу же хочется поблагодарить наших новых спонсоров. Это линейки моторного масла «Тексер Хололайн», который присутствует в нашем проекте совсем недавно и с нами хотят работать на долгосрочном сотрудничестве. Моторное масло «Хололайн» вы сможете провести по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии. Также хочу полнореть школу лидерства Максима Федулова за большой факт развития нашего проекта. Хочу заметить, что впервые наш чемпион Максим Жапаров пропускают завтрашний турнир. А также на нашем турнире вы не увидите нашу восходящую святую замону Махмадеева. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мусульман со священным праздником. В этом ивенте вы увидите много новых имен и, конечно же, встречу в нашей организации. Сегодня к нам в гости приехали бойцы из Санкт-Петербурга, а именно команда Никитова Рожбитова, которая привезла, на мой взгляд, двоих потенциально конкурентоспособных бойцов, то есть в весовой категории до 70 килограмм. Давайте все вместе встретим первую пару, которая будет открывать наш завтрашний турнир. Но для этого мне нужна будет помощь моего сведущего Артура Исаяна. Всем привет, ребят, всем привет. Итак, друзья, давайте встретим первую пару нашего турнира. Это Сулейманов Джонни из города Тюмени по прозвищу Диктатор. Джонни уже провел в нашей организации два боя, которые он уверенно одержал победу. Имеет хорошую базу рукопашного боя. Возраст бойца 28 лет. Как будто не раздевался, да? Да, на весы. Вес бойца 65 килограмм. Встречаем его соперника, Батура Александр по прозвищу Волк. Приехал к нам из страны Беларусь, город Ленчицин. Александр вы могли наблюдать во многих проектах победителя международного турнира «Афганцы» в городе Гомель по боксу. Провел один бой на голых плаках в городе Беларусь, в котором одержал победу. Возраст бойца 26 лет. Приглашаем на взвешивание. Вес бойца 66 килограмм. Артур, команда. Так, ребята, проходим на фейс-фейс. Нормальный фейс-фейс будем делать? Давайте теперь нормальный. Все, ребят, давайте ближе вот сюда. Все, в стоечку встаньте. Хорошая пара, друзья. Давайте попрестим вторую пару нашего турнира. Это наша пропавшая душа, но хочу заметить, что совсем ненадолго. Григорий Милконян из города Мурма по прозвищу «Армянский Фергюсон». АПЛОДИСМЕНТЫ Гриша провел на нашем турнире три боя, которых не оставил своим соперникам ни единого шанса. Имеет за плечами хорошую базу грепплинга, а также всегда доказывал нам, что его основная база именно в бокс. Это будет дебют нашего Фергюсона на голых лаках. Возраст бойца 20 лет. Да, Гриша очень быстро полюбился нашим зрителям, и я лично являюсь его фанатом. АПЛОДИСМЕНТЫ Вес бойца 64 килограмма. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречаем соперника Милконяна. Иванов Егор по прозвищу «Неизвестный герой». АПЛОДИСМЕНТЫ Призер городских и региональных турниров в дисциплине грепплинг и ММА. Возраст 23 года. Хорошо, наоборот. Очень колоритные парни у нас сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Вес бойца 63 килограмма. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Так, ребята, приглашаю вас на Face with Face. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте перейдем к нашей третьей паре. Новые имена, возможно, новые герои нашей лиги. Хочу сразу же заметить, что сейчас карты мы собрали со всей России. Ребята опаздывают. Но на бою сказали, что точно будут. Так что первого бойца мы пропускаем. И давайте сразу же к второму. Костнерев Виктор. База бокс. Виктор является победителем первенства республики Ками. 2019 года. Неоднократный победитель международных турниров класса Б. Провел на ринге более 50 боев. Имеет спортивный разряд. Кандидат мастера спорта. Возраст 22 года. Ребята, это очень заряженный парень. Очень заряженный парень. Посмотрим на него в деле. 71 килограмм. Сегодня пока что-то без соперника. Но завтра, я надеюсь, что все будет как надо. Ну что, товарищи, перейдем к нашей следующей паре. Встречаем бойца нашей лиги. Для него это будет дебют на голых кулаках. Кирилл Ермошкин по прозвищу Ермоха. Скажу честно, это мой друг и товарищ. Именно за этим боем мне будет тяжело наблюдать. Но, как вы могли видеть, я беру нейтральную сторону, когда наши бойцы дерутся друг с другом. Кирилл мастер спорта по борьбе. И сейчас активно занимается боксом. Целый год он находится в этой дисциплине. И лично я вижу его большой потенциал на голых кулаках. В нашей лиге он провел один бой по ММА, который одержал победу. Возраст Кирилла 24 года. Прошу нас вешать. Вес бойца 72 килограмма. А теперь давайте встретим соперника Кирилла. Этот боец приехал нам из города Тюмени. Ахмеджанов Мухаммад. 21 год. Первый взрослый разряд по армейскому рукопашному бою. Мухаммад уверенно утверждает, что переедет своего соперника. Прошу нас вешать. Вес бойца 73 килограмма. Приглашаю вас на Face to Face. Очень хочется посмотреть на это противостояние, друзья. Вот мы и потихонечку подошли к пятой паре нашего турнира. Хочу сказать свое мнение по поводу этой пары. Два боксера и два мастера своего дела. За плечами у парней более 50 боев на любительском ринге. Встречаем первого бойца. Это Руслан Розанов. Ему 26 лет и имеет первый взрослый разряд по боксу. Представляет свой родной город Москва. А бойцам мало чего известно. Будем смотреть по факту. Вес бойца 72 килограмма. Давайте теперь поприветствуем его соперника. Молодой и один из самых перспективных боксеров Нижнего Новгорода. Бесстрашный в ринге, но знающий толк в боксе. С огромным опытом боев на любительском ринге. Сергунин Савелий. Город Дзержинск. Савелий является кандидатом мастера спорта по боксу. Призер Приложского федерального округа. Победитель первенства вооруженных сил России. Победитель Нижнегородской области 18-19-21 годов. Неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований. Очень серьезный. Приглашаем на взвешивание. Молодой, 2001 года. Подающий большие надежды в нашу организацию. Вес бойца 73 килограмма. Ребят, это дебют на голых кулаках. Я считаю, что будет очень жарко. Давайте, ребят, приглашаю на фейс-то-фейс. Давайте, ребят, переходим. Попробуем. Переходим к следующей паре бойцов. Салимов Джайхони. Клуб Велец. Провел один бой на голых кулаках в промоушене «Годзилла Файт». И одержал победу. Приветствую. В голые кулаки пришел из самбо. Сейчас активно занимается боксом. Сейчас посмотрим на его вес. Я смотрел бой на «Годзилле Файт». Очень уверенно. Я был поражен, потому что человек не сказал, что он занимался боксом всего лишь полгода. Вес бойца 80 килограмм. Очень круто. Молодец. Встречаем его соперника. Жуков Яков. Город Рязань. Свою спортивную карьеру начинал с карате. А также усердно занимался борьбой. Поступал на различных турнирах по рукопашному бою. Сейчас усердно занимается боксом. Возраст бойца 26 лет. Прошу нас вес. Интересный вес, друзья. Вес бойца 81 килограмм. Давайте, ребят, приглашаю вас face to face. Вот привет. Приветствую его. Приветствую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы дождались. Вот она практически последняя, точнее, предпоследний парад нашего турнира. Сейчас есть небольшие проблемы со вторым оппонентом. Он не смог приехать на взвешивание. И у нас есть опасение, что он вряд ли приедет на бой. Мы делаем все возможное, чтобы найти замену этой паре. Встречаем бурными аплодисментами Ширван Леопард. Годом 25 лет. Базо-армейский рукопашный бой. Дебют на голых кулаках. И первый бой в нашей организации. Мастер спорта по боевому самбо. Город Тюмень. Это очень крутой боец. У него слетел соперник. И он профессиональный балет. И в первый раз он будет выступать в поп-ммм. Беж бойца 82 килограмма. Бой без. Хочу добавить, что лично для меня Ширван является один из претендентов на бой с Максимом Жафаровым. В стороны обеих бойцов еще не входили в переговоры на этот бой. Для начала я и уверен, что уже вы хотите посмотреть Леопарда в деле. Так что мы сделаем все возможное, чтобы именно этот бой состоялся. Давайте поаплодируем бойцу. Красавчик. Очень рад, что приезжают. Уже так. Очень рад, что в нашу лигу приезжают такие бойцы. Ну что, друзья. Вот и наша крайняя заключительная пара. Прямиком из нашей столицы. Артем Фишер. Юный блогер. Юный блогер. Практически. Артема за плечами. Большого опыта выступления в Fight Night Global. Друзья, Fight Night Global. Также проводили бои в нашем деле у нашего коллеги по цеху Артуру. На Панч Клабе и немалоизвестном организации Амирана Сардарова «Битва за хайп». Так что я думаю, что будет хороший бой для нашей лиги. В первую очередь по просмотрам. Потому что на каждый просмотр, на каждый бою я видел практически миллионы просмотров. И достаточно хороший раскачистый инстаграм. Приглашаю на взвешивание. 64 килограмма. Давайте все вместе поприветствуем его соперника. Дмитрий Штыренко. Ему 21 год. Родом из Саратова. Сейчас проживает и тренируется в Москве. База «Армейский рукопашный бой» и «Кудо». Является кандидатом мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Дмитрий сказал, что он будет доказывать свое превосходство кулаками, а не языком. Вес бойца. Давайте взвесимся. 66 килограмм. Саратова. Выглашай на фейс-то-фейс. Давай. Тихо-тихо-тихо. Блин, взрыв, блядь. Вы снимайте, блядь. Сарат, сука. Дорог, дорож, дорож. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дорог! Блядь, дня уже. Дорог. Тихо-тихо. Дорог. Вот, вроде, кандидат. Просмотрим, вперед. Сбирали. Ну что, друзья, это был весь карт завтрашнего турнира. 8 хороших пар, которые сойдутся лицом к лицу на нашей арене. Спасибо еще раз всем спонсорам, которые помогают нашей лиге развиваться и быть еще сильнее. Всем спасибо, увидимся на ринге. Пошли, ребят. Спасибо! Это было мощно. Это было мощно. Это было мощно. 0